Всем привет, рейбзи! С вами снова АМИКС! И это наконец случилось! Я представляю вам часовую часть даунов в отзывах. Это та самая рубрика, когда я нахожу смешные и неадекватные отзывы в плеймаркете и показываю их вам. Этой рубрикой я никого не хочу оскорбить, а название дауны в отзывах это не что иное как название. Впереди вас ждет часовое видео, так что обязательно заварите себе чайка, возьмите печенек, сядьте поудобнее и просто-напросто кайфуйте. Сделать часовое видео было довольно непросто и я думаю вы сами это понимаете, так что мне будет приятно увидеть абсолютно любую поддержку от вас. К тому же в этом видео я проведу довольно-таки большой конкурс и на моей памяти это самый большой конкурс, который когда-либо был в рубрике дауны в отзывах. Я собираюсь разыграть 7 паков по 30 гемов и 3 пака по 80 гемов. К тому же условия для участия в этом конкурсе реально очень простые и победить может каждый. Все что нужно сделать для участия это поставить лайк под это видео, написать абсолютно любой комментарий, подписаться на мой канал и подписаться на мой второй канал, ссылка на него в описании. Итоги этого конкурса я буду размещать на ютубе во вкладке сообщества на протяжении 10 дней. Получается, что каждый день я буду выбирать по одному победителю и в итоге мы получаем, что будет 10 призов, 10 победителей и все это решится на протяжении 10 дней. Несмотря на такой, казалось бы, реально грандиозный конкурс, я подготовил для вас еще один приз. И он абсолютно бесплатный и получить его сможет каждый, кто захочет. И это роспись от меня на своей страничке в ВК. Все, что вам нужно сделать для этого, это перейти в описание, там будет ссылка на отдельное обсуждение ВК. В этом обсуждении вам нужно написать абсолютно любое сообщение, я увижу это сообщение, перейду к вам на страничку и оставлю там роспись от меня. Главное, чтобы ваша страничка была открыта и стена на вашей страничке также должна быть открыта. Ну ладно, на самом деле в описании довольно много интересных ссылок, обязательно посмотрите на них, возможно что-то вас заинтересует и что-то вам понравится. Ну а я предлагаю больше не тянуть время и переходим к самому видео. Ой-ой-ой. Я только что посмотрел статистику канала и увидел, что 70% людей смотрит мои видео без подписки. Ребят, давайте попробуем исправить эту ситуацию и в следующем видео я покажу вам сколько людей подписалось. Так что обязательно перепроверь подписан ты или нет и уже сейчас точно мы переходим к видео. Назовите мне игру хуже этой, нет баланса, донат решает, постоянно в битвах попадаются союзники, которые полбитвы тупо стоят на месте. Я могу назвать кучу причин почему это не игра, а параша, но все равно разрабы это не прочитают. Забросил эту парашу имея 20 тысяч кубков. Мне кажется, лучше бы ты не говорил, что нету игры хуже чем Бравл Старс, потому что та игра, которую я сейчас покажу, это я не знаю как это описать. Вот просто посмотрите, вот что это? Эта игра, она просто идеальная, она намного лучше чем Бравл Старс и вот, вот она намного лучше чем Бравл, вот просто я не знаю зачем я ее сюда поставил, я реально не знаю. Это, это шедевр, это я, вот кто до этого додумался, кто? Ну а теперь, если какой-то человек скажет тебе, что Бравл Старс это самая худшая игра на всей планете, просто смело берешь и показываешь ему это видео. Мне кажется, здесь и так все понятно, комментировать ничего не надо, но самое прискорбное, что в ту игру реально кто-то играет, и вот это реально повод поплакать. Кстати, в том отзыве чувак написал, что донат очень сильно решает в Бравл Старсе, и я с ним категорически не согласен, чисто потому что если ты будешь донатить, ты не сможешь убивать всех подряд, у тебя просто персонажи будут выше чем у других, и это не гарантирует, что твой скилл возрастет и твои навыки в игре будут лучше. Нельзя менять имя второй раз бесплатно, друг зашел на аккаунт, сменил ник. Я на самом деле не понимаю, почему ты поставил одну звезду Бравл Старсу, потому что Бравл Старс здесь ни при чем. Если бы каждый человек мог менять имя бесплатно и сколько раз подряд, то это было бы просто-напросто очень ненужной функцией. Ты просто менял бы имя сколько угодно раз, тебя бы никто не мог запомнить, и при этом никого бы ты не мог запомнить, потому что все меняют ники, и это было бы реально очень неудобно. И если уж ты водишься с такими друзьями, которые заходят тебе на аккаунт и меняют имя без твоего спроса, поверь мне, это не твои друзья, ты вот просто не общайся с ними, если они так поступили. У меня бомбит, все мои союзники это АФКшники и нубы. Вместо того, чтобы надеяться на нормальных тиммейтов, не легче ли в этой ситуации просто дождаться, пока в игру зайдут твои друзья и играть уже с ними. Так ты и нервы сэкономишь, и трофеи терять не будешь. Ну а если из твоих друзей мало кто играет в Бравл, то просто вступи в какой-нибудь нормальный клан и уже там найди себе нормальных тиммейтов. Кстати, насчет кланов, у меня есть два моих клана, обязательно вступай в них, теги есть в описании, да и в принципе кланы ты сейчас видишь у себя на экране. Крутую, да, я сделал подводочку, чтобы кланы прорекламировал? Нет, ну а если серьезно, то вступайте, я жду абсолютно всех, мне будет очень приятно. Если бы мог поставить ниже, поставил бы минус 100, водятся крысы и из-за этого хочется разрушать все вокруг. Так, подождите, он поставил две звезды, но написал, что готов поставить минус 100, но при этом он поставил две звезды. Почему он тогда не поставил одну звезду? Это же меньше, чем две звезды. Три звезды просто так. Эмм, ну ладно. На самом деле мне жалко этого человека, потому что он не уважает чужие труды. Компания Supercell вкладывает силы, время, деньги в создание игр и при этом получает вот это. Я не защищаю компанию Supercell и я признаю, что реально в их играх есть косяки, за которые нужно осуждать, но блин, ребят, вот просто так вот ничего не делается. И он даже не смог никак обосновать свою оценку. Он так и написал, что вот просто так вам три звезды. Игра норм, если не играть. Ну, по такой же аналогии, воздух норм, если не дышать. Если чё, это шутка. Когда бесплатный кубок будет и скины аниме? Ребята, вчера я купил новый скин и сейчас я вам его покажу. Этот скин реально очень крутой, он стоил очень дорого. Я его купил вроде как за 150 гемов. Сейчас я найду его сначала. Так, я его купил на Спайка. Где у нас тут Спайк? Вот, ребят, это самый лучший скин, который только когда-либо добавляли в игру. Просто ставьте лайк, если вы хотите себе такой же. Я так подумал, а ведь было бы реально прикольно, если бы в Бравл добавили аниме скины. И не обязательно из какого-нибудь отдельного аниме, а просто-напросто в стилистике аниме. Ты самый первый человек, который жаловался бы, что в игре много бойцов. Некоторые люди пишут, что в игре их наоборот мало и им никто не выпадает. А для тебя бойцов много и они все у тебя есть. Если это так, то я тебя поздравляю, но многие люди с тобой не согласны. В том числе и я. Мне кажется, что бойцов в Бравл Старс начали добавлять слишком часто. Но все равно это твое мнение, но ставить одну звезду за такое, мне кажется, немного глупо. Из-за этой игры я потерял лучшего друга. Как мне кажется, или мне что-то подсказывает, что это был не твой лучший друг. Просто-напросто, потому что, поверь мне, если же от тебя ушел друг чисто из-за игры, ну не знаю, там, обиделся, что-то как-то рассердился на тебя, то это тебе не друг. Ну если же вы помирились потом, то это окей, еще да. Но если он от тебя прям вообще отстранился, то это уже нездоровые дела. Сегодня вдруг пропало около 150 кубков. Разработчики, где мои кубки? Этот отзыв был написан в тот день, когда был конец сезона и давались звездные очки. На самом деле это странно, ну типа как человек, играя в Бравл, не знал, что в Бравле есть конец сезона. Если что, просто перейди в трофейную дорогу, и именно там написано, сколько дней осталось до конца сезона. А вот тебе табличка напоминания, как списываются трофеи. И, надеюсь, ты исправишь свою оценку, потому что, ну камон, ставить за это одну звезду я бы не стал. У меня не скачивается, все есть, память, чат, но он не скачивается. Я четыре раза пытался скачать. И я на самом деле не понимаю, как можно поставить приложению, ну или игре оценку, не испытав это приложение или игру. То есть, получается, ты ставишь одну звезду, потому что у тебя не получилось скачать. Но ведь Бравл Старс здесь ни при чем, мне кажется, компания Суперсел наоборот хочет, чтобы их игры скачивали. Во всем здесь виноват Плеймаркет, потому что он рассчитывает, чтобы у тебя на телефоне было дополнительное место. И, судя по всему, у тебя на телефоне настолько мало места, что Плеймаркет отказывается скачивать Бравл Старс. Единственное решение это дополнительно почистить память, ну или купить какой-нибудь накопитель по типу SD-карты. Игра стала отстоем, повысти Пока, я на него не могу квесты выполнять. Понисте Була и Шелли, враги просто читеры, вы и ваша игра стала отстоем, дураки. Мне показалось, что именно этот отзыв, чисто отзыв, немного эгоистичен, потому что человек пытается преследовать свои цели, и он не учитывает мнение других. Он написал, что он не может выполнять квесты на Пока, но при этом ему абсолютно все равно, как там к этому относятся другие игроки. Мне кажется, что у тебя просто прокачан плохо Пока, и если ты его прокачаешь, то у тебя будет все хорошо с квестами. Насчет Була и Шелли я не согласен, потому что они в принципе нормальные и сбалансированные. Но вот кто действительно сейчас не сбалансированный, это Кольт. Ребят, вот как вы знаете, сейчас есть вот этот вот гаджет на пулю, и меня уже так бесит этот гаджет, просто-напросто потому что он слишком имбовый. С помощью этого гаджета можно очень быстро поднимать трофеи, и не важно, кто будет в противниках у Кольта. Ну, понимаете, я был на Кольте где-то на 600 трофеях. Мне выпал этот самый гаджет, и буквально за час, за полтора я смог поднять Кольта на 750 трофеев. И это не шутки, это реальность. Ребят, ну когда уже пофиксит этот гаджет? Вот напишите свое мнение по поводу этого гаджета в комментариях, мне будет реально интересно. Почему нет рекламы? Добавьте рекламу, а то игра вообще не игра, добавьте рекламу. Не, я конечно понял, что этот отзыв рофл, но я не знаю, знаете вы или нет, но раньше в Бравл Старс действительно была реклама. Когда я только начинал играть, это было довольно давно, наверное, два года назад, а то и два с половиной. Именно тогда в Бравле была такая функция, как удвоение монет, или вообще всего, что ты захочешь. Например, открываешь ты бокс, и в конце есть такая кнопочка удвоить. Ты смотришь видео, а потом выбираешь, что тебе удвоить. Например, тебе выпало там золото, пауэрпойнты на Леона, пауэрпойнты на Кольта и пауэрпойнты на Спайка. И ты берешь, например, удваиваешь пауэрпойнты на Спайка. На самом деле это было прикольно, и за счет этого у меня было довольно-таки много золота. Меня прям нахлынула ностальгия, пишите в комментариях, кто что помнит, что раньше было в Бравле, но сейчас этого, к сожалению, нет. Здравствуйте, я нашел проблему, почему Булл так далеко бежит? Я как раз минуту назад говорил, что Булл это сбалансированный Бравлер, но при этом, знаете, если же кто-то и считает, что у Булла довольно длинная атака, ну точнее длинная ульта, то получается, что это не недостаток, а его достоинство. К тому же я не могу сказать, что если у Булла уменьшат дальность ульты, это что-то изменит. Игра скатилась, говорит игрок, который играет с начала 2019-го. Кто задонатил, тот и выиграл. Лаги, можно играть только втроем, короче, игра скатилась. Я человек, который играет в Бравл с 2018-го года, а точнее с августа 2018-го года. За то время, пока я играю, я понял одно, Бравл Старс не стал хуже, он просто-напросто стал менее ламповым, чем был раньше. И я опять же таки с тобой не согласен, что донат решает. Но серьезно, Бравл такая игра, где ты не донат, а можешь побеждать других. Мне не нравится. Из всех тех отзывов, которые были до этого, этот отзыв самый адекватный, а возможно он будет самым адекватным за все видео. Просто-напросто потому, что человек не писал, что ставит плохую оценку просто так, либо же из-за того, что ему не выпадают персонажи. Нет, он просто написал, что ему не понравилась игра. И в этом, в принципе, ничего плохого нет. Понимаете, в этом отзыве больше уважения, чем в том отзыве, где человек написал, что ставит плохую оценку просто так. Пожалуйста, сделайте ПЖ хотя бы на какое-то время, акцию, 170 геймов бесплатно, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Я был бы в восторге, если бы компания Суперсел реально сделала такой подарок. Потому что это было бы реально очень щедро с их стороны. И я думаю, вы тоже были бы не против. Но все-таки разработчики, скорее всего, такое не сделают. Просто потому, что разработчики хотят как-то зарабатывать. И единственный способ заработка с игры Бравл Старс, это донат. Потому что, ну, может быть, он не единственный, но он все-таки основной. И получается так, что если людям отдавать гемы просто так, то тогда никто не будет донатить. И поэтому разработчики лишатся заработка. Но все-таки компания Суперсел не заставляет вас донатить. И ставить две звезды за такое, это реально, ну, неправильно. Пачка ульты в моем кармане заставляет играть эту катку в шеде. Я возьму бравлера и пойду какать бэш. Или почему я хочу умереть? Если бы я не знал, что есть такая пародия на одну из песен, то я бы просто-напросто подумал, что это такое. И вот, реально, вот что это такое? Зачем такое писать в отзывах? Я понимаю, что это просто-напросто написали для прикола, но камон, что это такое? Вот это тот самый случай, когда можно сказать, вот что это такое? Я не понимаю, что это такое, но я понимаю, что это такое. Ааа, что это такое? Это, это беда с башкой уже. Еще, еще пара таких отзывов, и я с ума, да. Бра-бра, Вал Старс? Бра-бра-бра-бра-бра Вал Старс? Мне что-то подсказывает, что я медленно, но верно схожу с ума. Ну вот прям вот, не знаю, просто, просто, вот просто кажется. Ладно, я же как-никак должен говорить какое-то своё мнение по поводу этих отзывов. И моё мнение такое, это, это, это полный пи... Игра тупая, удалите из андроид-маркета, а то напишу полиции. Мне было бы очень интересно за этим понаблюдать чисто со стороны, потому что, ну камон, как вообще человек сможет объяснить? Заблокируйте это приложение, потому что что? Потому что лего не выпало? Мне игра не зашла, очень уж она детская, мне 13. Нет, я против тебя, конечно, абсолютно ничего не имею, и это твоё личное мнение. Но всё-таки мне кажется, что ты ещё ребёнок, потому что, камон, ты написал, что тебе 13 лет. И, ну, как по мне, человек становится подростком, не знаю, лет, например, в 15-16, но не в 13 точно. Стендофферов уважаю, там хоть не так дорого голду, 3000 рублей, 3000 голды, а у вас 2000 гемов за 10к, жадные. Как я понял, тебя абсолютно не смущает, что ты сравниваешь две игры. И я понимаю, если бы ты просто-напросто выразил своё мнение, по типу, мне нравится эта игра больше, чем та. Но нет, ты именно сравниваешь донат в играх. И это не то, чтобы неправильно. Это, во-первых, странно, а во-вторых, это реально неправильно. Это всё равно, что взять и сравнивать донат в Бравл Старсе с донатом в Клэш Рояле. Вы чё, совсем офигели? Вы что с Кольтом сделали? Он был имбой, а вы сделали его ужасным. Он теперь не имба, вот вы... Самое забавное в этой ситуации, если вы обратили внимание, в этом видео я уже жаловался на то, что Кольт слишком имбовый. И получается так, что я записал тот фрагмент и решил продолжить делать видео на следующий день. И на следующий день берут и фиксят Кольта. Вот я словил реально очень дикие тайминги. Фиговая игра, я не побеждаю, а просираю кубки, не скачивайте. Я на самом деле даже немного поражаюсь логике этого человека, потому что... Ну, смотрите, он написал, что он проигрывает и из-за этого ему не нравится игра. То есть, получается, любая игра, в которую он будет играть, и у него там будет что-то не получаться, ну, например, он будет проигрывать, эта игра будет для него плохой. То есть, получается, для него нужна максимально простая и легкая игра, где он сможет побеждать, и никто не сможет ему мешать. Это реально очень странная логика, я надеюсь, вы не думаете так же, что игры хорошие только те, в которых постоянно получается побеждать. Дайте квести на 500 и 300 и 200. Возможно, это только мне показалось странным, но всё же, этот человек просит квесты, которые обновляются каждый день. Камон, он не может подождать один день, что ли, или я не понимаю. Он просит квесты на 500, на 300 и на 200 жетонов, но при этом уже завтра появятся новые квесты. Обычно люди просят, там, не знаю, геемы, новых бравлеров, леги, но нет, этому человеку нужны именно квесты. И он из-за этого поставил одну звезду. Это реально как-то очень нерационально. А вы замечали, что кем бы вы ни играли, у вас всегда самый медленный и косой боец? Я не знаю, как вы, но, по крайней мере, я никогда за собой такого не замечал. И знаете, этот отзыв, опять же таки, неправильный, в плане того, что он, ну, просто незаслуженная одна звезда. Человек написал, что ему кажется, что он играет на самом слабом бравлере абсолютно всегда. И прикол-то в том, что это на самом деле не так, но из-за того, что ему так показалось, он поставил одну звезду. Это, на самом деле, реально не круто. Вы не сделал, что я просил. Я, конечно, не могу уверять на 100%, но, как мне кажется, этот человек, скорее всего, что-то попросил у компании Supercell. И, скорее всего, это новый бравлер. И, как вы уже поняли, раз уж он поставил одну звезду и написал такой отзыв, этого бравлера он не получил. На самом деле, обидно, что люди пишут такие отзывы. Меня забанили читеры. Я сначала даже не понял, о чем написал этот человек, но потом все-таки до меня дошло, что этому человеку заблокировали аккаунт. И, как он подумал, ему заблокировали этот аккаунт читеры. Я не знаю, вот в бравле никогда не видел, опять же таки, никаких читеров. И, ну, блин, мне кажется, человек просто-напросто потерял аккаунт по своей глупости. Бабл Квас. Игра для уничтожения телефона. Насчет самого отзыва я сказать, в принципе, ничего не могу, но при этом хочу отметить название Бабл Квас. Это звучит реально прикольно, и в комментариях можете оставить свои варианты, как еще по-смешному можно назвать Бравл Старс. Самые лучшие варианты я буду лайкать. А знаете, почему одна звезда? Да потому что мне уже 13 дней не падает никто, даже гаджет. Понимаете? А 46 мегабоксов открыл и ничего нет, поэтому одна звезда, а как только выпадет боец, сразу же будет 5 звезд. Подожди, ты написал, что ты 13 дней не получал никакого нового бойца, но при этом ты успел открыть 46 мегабоксов и не смог оттуда выбить даже гаджета. И тебе не кажется странным, что ты за 13 дней открыл 46 мегабоксов? Я не знаю, может быть ты очень сильно, очень много задонатил, либо же очень долго копил мегабоксы, но мне кажется, с 46 мегабоксов должен выпасть новый Бравлер. Ну или хотя бы гаджет, потому что шансы на гаджет есть довольно-таки высокие. И вот если честно, я тебе прям откровенно не верю. И мне кажется, даже если тебе не выпадал Бравлер 13 дней, это не повод для того, чтобы писать плохие отзывы. Ну камон, есть люди, которым по 2 месяца никто не выпадает, и они просто-напросто ждут. Из-за Бравла? Кхм, помойки только нервные клетки умирают, а их, между прочим, не восстановить. Дружище, возможно ты не знал, и скорее всего ты не знал, раз написал такой отзыв, но ученые сделали заявление, что нервные клетки восстанавливаются. Именно поэтому можно нервничать сколько угодно. Я на самом деле шучу, не надо нервничать сколько угодно, но то, что нервные клетки восстанавливаются, это факт. И прикол в том, что камон, если вы нервничаете при игре в Бравл Старс, лучше уж не играть в Бравл Старс. Лучше сберегите нервы, они хоть и восстанавливаются, но блин, камон, ну зачем играть в то, что не приносит тебе удовольствия. Я играю в Бравл, чисто когда мне заняться нечем, и вот тогда вот можно скоротать время. А так, чтобы прям вот типа вот прям играть, 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 и чтобы потом беситься из-за того, что проигрываешь, я не люблю. Сервера дико лагают, бесит новый боец Эдгар, удалите его вообще, и Илка жмот, даже мне спайка не может дать. Насчет Эдгара я с тобой практически полностью согласен. Он сейчас реально очень имбовый, и апнуть его, например, на 700 трофеев, даже на 750, довольно-таки просто. Я это сделал буквально за один вечер. Но учитывая это, вот то, что вот я его апнул довольно высоко, есть люди, которые апнули его без пассивки и без гаджета на 1000 плюс трофеев. И это реально очень и очень мощно, вы прикиньте, без гаджетов и без пассивок на 1000 трофеев. Но все-таки я хочу сказать, что Эдгар имбовый только в соло ШД. Это только мое мнение, в соло ШД на нем можно прям реально затимиться с другими Эдгарами, убить всех дальников, потом убить всех ближников, а потом уже между Эдгарами поделить первые места. Но все-таки в трио, я как заметил, его не так часто используют. Суперсел, прислушайтесь, пожалуйста, играй уже два года, и уже 9 месяцев никакого бравлера не падает. Практически два сезона бравл пасса. Выиграть невозможно, но выпало Лего. Камон, я надеюсь, ты шутишь, потому что ты написал, что тебе 9 месяцев не выпадают бравлеры, но в конце ты написал, что ты выбил Лего. Я не знаю, возможно, это мне кажется странным, но возможно, возможно, ты рофлил, возможно, ты пытался кого-то забайтить, но если ты писал это на полном серьезе, то на самом деле нету поводов для смеха. Я даже немного вот расстроен, что ты вот такое вот написал. И к тому же ты написал, что не можешь побеждать, и на самом деле бравл здесь абсолютно ни при чем. Я об этом уже говорил, виноват только ты, потому что у тебя не получается выигрывать. Игра просто игра. Ладно, давайте приведем аналогию. Спайк просто спайк. Банан просто банан. Игра просто игра. Не, пацаны, без шуток, этот отзыв был очень важен и очень полезен. Меня, кстати, иногда спрашивают, а как именно я отношусь к Бравл Старсу? Вот читаю я отзывы, критикую людей, и что, я думаю, что игра самая идеальная на земле. Нет, пацаны, если кто-то думал, что это так, это не так. И я согласен, у Бравла есть свои минусы, и их реально немало. Ну, например, реально очень обидно, что в Бравле убрали гемы из боксов. Если бы в боксах были сейчас гемы, это было бы реально просто офигенно. Вы прикиньте, был бы Бравл Пасс, в котором есть гемы. И к тому же в боксах тоже были бы гемы, реально было бы очень кайфно. Во-вторых, я бы был бы не против, если бы убрали Бравл Пасс. На самом деле, я был бы даже за, потому что с Бравл Пассом стало как-то даже немного хуже. Но это лично мое мнение, вы можете думать по-другому. Также я думаю, что нужно немного улучшить баланс персонажей. Чтобы не было таких случаев, как, например, сейчас было вот недавно с Кольтом. Ему дали гаджет, разработчики ни о чем не подумали. И в итоге получилась очень дикая имба. Ну и вообще, самое важное, наверное, что только может быть, это сделать что-то полезное с кланами. Потому что сейчас кланы это бесполезные сборища людей. И единственная их функция, это найти тиммейтов, чтобы поиграть, либо же пообщаться. Никакой пользы для игры, в плане, не знаю, каких-нибудь наград, кланы или чего-то подобного, просто-напросто нет. Кстати, напишите в комментариях, что по вашему мнению нужно добавить, внести, изменить в Бравл Старсе, чтобы он стал лучше. Вы совсем офигели? Вы мне дали 30 команд, которые не умеют играть. И я это тратил ради одной победы. Если вы так будете делать, то я скоро покину эту игру. Я согласен с тобой, в Бравл Старсе порой попадаются такие команды, с которыми практически нереально выиграть. Они ведут себя неадекватно и ни о какой победе реально речи просто не идет. И просто прикол в том, что тиммейтов вам подбирает не компания Суперселл. Нету такого человека, который сидит и думает, вот сейчас я специально испорчу игру вот этому человеку, подберу ему плохих тиммейтов. Нет, такого нету, просто-напросто тиммейты подбираются на основе ваших трофеев. Получается, если вы играете на маленьких трофеях, шанс того, что у вас попадутся плохие тиммейты намного выше, чем если вы играете на больших трофеях. Но если вы думаете, что на больших трофеях всегда хорошие тиммейты, я хочу вас огорчать, это не так. Я не хочу это читать, потому что зачем это вообще читать? Ну ладно, прочитаю. Говно! А зачем я это прочитал вообще? Зачем? Нет, у меня возникает даже немного другой вопрос. Зачем люди такое пишут в отзывах? Лагает на айфон 12. Даже если у тебя айфон 12, да хоть айфон 13, у тебя все равно Бравл Старр сможет лагать. Это зависит не только от телефона, это зависит также от интернета и от серверов. Именно поэтому сваливать все на типа, ой, у меня айфон 12 и даже на нем лагает, но так нельзя говорить, потому что айфон 12 это такой же телефон. Это я говорю к тому, что абсолютно любой телефон на андроиде сможет потянуть Бравл Старр в хороших условиях. Удалите Эдгара, он всем игрокам мешает, или я сделаю, чтобы ваше приложение удалили? Я уже сказал свое мнение по поводу Эдгара и я тоже считаю, что он довольно-таки имбовый, но опять же-таки в ШД. В 3 на 3 им не так часто играют, ну по крайней мере, как заметил я, и он там не такой имбовый. Но при всем при этом, мне интересно, как ты собираешься сделать так, чтобы удалили Бравл Старрс. Серьезно, мне реально интересно. Мне кажется, обычный человек ничего не сможет сделать. Где логика? Почему чем больше ранг, тем больше минус, но плюс не увеличивается? Невозможно играть, ноль звезд. А еще Эдгары постоянно убивают. Это как, блин, понимать? Серьезно, ты спрашиваешь, где логика в таком банальном вопросе? Ну, потому что, как бы, если бы не было системы рангов, и, например, на абсолютно любом ранге у тебя прибавлялось бы и списывалось одинаковое количество трофеев за победу и за проигрыш, то есть оно не менялось бы в количестве от рангов, то тогда, блин, игра была бы просто максимально скучной и унылой, потому что, ну, у всех были бы реально большие трофеи, никто не сливал бы очень сильно, никто бы не апался очень медленно, все быстро бы апались, и это было бы реально очень скучно. Камон, вот просто задумайся об этом. Здравствуйте, дорогие разработчики! Сделайте игру без интернета, оффлайн, и сделайте донат в 1 рубль. Я уже когда-то затрагивал тему о втором Бравл Старсе, то есть о Бравл Старс-версии без интернета. Там можно было бы играть с ботами, и, в принципе, все. Типа, ну, блин, если Бравл Старс был бы без интернета, максимум, что можно было бы делать, это реально играть с ботами. И, как вы понимаете, это было бы просто-напросто неинтересно и неприбыльно для компании Суперселл. Точно так же, как и донат в 1 рубль для компании Суперселл, это будет просто неприбыльно, и этого никогда не будет. Я открыл 7 ящиков, и никто не падал. Вот честно, я бы больше удивился, если бы ты открыл 7 ящиков, и тебе что-то выпало. Потому что я не помню уже, сколько боксов я открыл, и мега боксов, и биг боксов, и маленьких боксов. У меня на аккаунте нету трех персонажей, и они мне никак не могут выпасть. Вот мне реально обидно. Ну а вы можете написать в комментариях, сколько персонажей нет у вас на аккаунте, и как давно они не падают именно вам. Бравл Старс или Бравл Ужас. Я играю в Бравл Старс 5 лет, и я ни за одну лего не играл. И я когда в бою, и я по случайности вихожу, то если я проиграл, мне минусуют кубки, а если выиграл, то мне ничего не дают. Мне очень интересно, как ты играл 5 лет в Бравл Старс, если он вышел только в 2017 году. И прикол в том, что если бы ты даже и играл 5 лет, ну вот прям играл, я уверен, что тебе в любом случае выпало бы лего. Потому что, камон, блин, людям выпадают леги иногда даже в первый день игры. Да, такие случаи бывают. Но ты вот, ну серьезно, 5 лет, камон, 5 лет. Ты также написал, что когда ты выходишь из игры во время боя, то тогда при проигрыше у тебя снимаются трофеи, а при победе они тебе не начисляются. А ты не можешь подумать, что если бы, когда ты выходил из игры, трофеи не списывались, это было бы очень читерно. Но видишь ты, что все, сейчас умрешь, быстренько выходишь из игры, и все, и получается у тебя трофеи не списываются, можно начать играть заново. Это было бы реально слишком читерно. А трофеи не начисляются за победы, потому что, ну камон, ты же ничего не делал, за тебя играл бот, почему тебе должно что-то начисляться? Здравствуй, Ти, я понимаю, вам нравится донат, я вам хотел дать панчик, а ви мне амбер. Как я понял, ты просто опечатался, и вместо панчик ты должен был написать панчик. И я представляю эту ситуацию. Приходит человек в офис суперселл и говорит, Я знаю, что вы любите донат, но все-таки держите пончик, а вы дайте мне амбер. Не, реально, мне кажется, если бы такое было, вот реально в офис компании суперселл пришел бы человек с такой просьбой, компания суперселл не то, что амбер ему дала бы, просто дала бы сразу фуловый аккаунт. Мне никогда никто не выпадает, это печально, хочу легендарку в мега ящике, там 6 предметов, а там Карл. Сейчас, сейчас, где-то в мире, после прочтения этого отзыва плачет один Карл. И я не понимаю, чем тебе Карл не нравится, зачем тебе легендарка? Карл в миллиард лучше любого другого бравлера, потому что это Карл, у него есть кирка, он шахтер, он работает без выходных 3 дня. Ладно, а если серьезно, то Карл это не такой уж и плохой бравлер, потому что, просто-напросто потому что все бравлеры неплохие. Мне кажется, редкости сделаны только лишь для тех бравлеров, которые прям очень сильно уникальны. А так, по силе они все примерно равны, за исключением дисбалансных бравлеров по типу Бия. Но прикол в том еще, что тебе могло вообще ничего не выпасть, так что тебе грех жаловаться. Ну или тебе мог выпасть какой-нибудь гаджет или пассивка. «Советую, вы с моим братом рубимся каждый день, но мне уже примерно 5 месяцев не падают бойцы». Из-за того, что ты в отзыве написал «Вы» вместо «Мы», я подумал, что компания Суперсел рубится с твоим братом, и я такой просто «Что?». Ну, по итогу окей, ладно, игра тебе понравилась, но ты поставил одну звезду, чисто из-за того, что тебе не падают бравлеры. Основная задача игр – это скоротать время, и, как я понял, она с этой задачей справляется. И прикол в том, что, камон, ставить одну звезду из-за того, что тебе не падают бравлеры, я никогда не буду рассчитывать это за достойную оценку. «Игра крутая, но только один раз имя можно поменять, и еще все лагает, и когда отключается из-за неактивности, кубки отнимают». Ну, опять же таки, ты просто не понимаешь, какой хаос будет, если можно будет менять имя сколько угодно раз. Просто-напросто потому, что представь такую ситуацию. Вот, например, ты играешь в Бравл Старс в 3х3, после чего к тебе в друзья просится какой-нибудь человек, которого ты видишь впервые. Вот, например, ты его добавляешь в друзья, с одним ником он вот есть, ты его запомнил именно по этому нику. Он меняет никнейм, ты такой «Окей, хорошо, запомню новый». Ты решаешь выйти из Бравла, не заходишь туда 2 дня, возвращаешься, и у него уже третий никнейм. То есть, понимаешь, он может менять никнейм каждый день, и тебе придется каждый день вспоминать, кто это такой. «Дайте мне 3 леги, и я поставлю все звезды, хорошо». Я на самом деле тоже не отказался бы от такой акции. Просто-напросто ставишь 5 звезд, а тебе за это компания Суперселл дает 3 леги. Мне кажется, это слишком читерско. Ну ладно, если так серьезно подумать, то если же вам дадут 3 леги, то вы просто-напросто потеряете интерес к игре. Ну типа, вам дали все и сразу, то есть вам нечего добиваться, и интерес просто угасает. По крайней мере, у меня было бы именно так. Ну типа, ты ничего сам не добился, тебе просто все дали, вот наиграй. И это было бы реально просто неинтересно. У тебя не было бы эмоций, не было бы никаких воспоминаний, тебе бы просто дали лег, и все. «Ваша игра полное говно, пока вы мне не дадите Пайпер». Стой, стой, подожди. То есть ты хочешь сказать, что как только ты получишь Пайпер, твое мнение о Бравл Старсе изменится. Но по факту, то есть Бравл Старс станет сразу же лучше, и игра кардинально изменится. Просто-напросто до неузнаваемости, что твоя оценка изменится с одной звезды до пяти. Это не так работает, понимаешь? У тебя должно быть какое-то мнение о игре, несмотря на то, получается у тебя что-то в этой игре или нет. Ну типа, камон, тебе дадут Пайпер, и твое мнение изменится. Это неправильно, твое мнение должно быть независимым. Ну вот я не знаю, как это объяснить. Но я думаю, ты меня понимаешь, если ты не совсем глупый. Камон, это Пайпер, это даже не легендарка. А почему Рика стал Дэрилом, вопрос к вам. Пацаны, реально, напишите в комментариях, почему Рика стал Дэрилом. Нет, ну, может я что-то реально не понимаю, но... Камон, в смысле, почему Рика стал Дэрилом? Ээээ, чтооо? Бравл Старс говно, там глючит, из-за этого мой ребенок разбил телефон. Лично мое мнение таково, что если человек разбивает телефон из-за того, что у него лагает игра, это не совсем правильно. Ну, типа, камон, вот у вас есть телефон, там лагает какое-то приложение. Вы же не будете из-за этого разбивать телефон. Да, я понимаю, может быть, что-то в порыве ярости, в порыве гнева может такое произойти. Я этого не отменяю. Но, типа, камон, почему из-за этого ставят одну звезду? Я пошел кушать, и меня убили. Я надеюсь, что ты поставил одну звезду только лишь для Рофла, потому что, если ты реально думаешь, что ты, когда кушаешь, ты просто неуязвимый, то это, к сожалению, не так. Кстати, приятного аппетита, возможно, я немного опоздал, но это будем считать, что на следующий раз. Ужас просто, что вы творите? У меня 23к кубков, я прохожу задания, мне тиммейты попадаются с 10-11к, а у врага по 18-20. Я проигрываю всегда. Забегая наперед, я сразу скажу, что проигрывать всегда просто-напросто невозможно. Хотя бы когда-то, но ты будешь выигрывать. Это вот просто со стопроцентной уверенностью я тебе говорю. Также ты жалуешься на подбор тиммейтов. И я, возможно, тебе открою что-то новое, но многие этого не знают, так что это, в принципе, не стыдно. Тиммейты вам подбираются не по общему количеству трофеев, а по количеству трофеев на определенном персонаже. То есть, если вы играете на персонажи, на котором 500 трофеев, у противника будут такие же трофеи, и у ваших тиммейтов тоже такие же. То есть, у всех по 500. Ну, по крайней мере, примерно 500. Эта игра обман не скачивайте, собирает данные, больше ничего. Ну да, действительно, компания Supercell создала игру Бравл Старс просто-напросто, чтобы брать и воровать данные людей. Но на самом деле это, конечно же, не так. Просто я даже не помню, чтобы компания Supercell в свои игры добавляла такую штуку, как разрешение на просмотр данных. Единственное, что есть в играх от компании Supercell, это соглашение с условиями пользования. И это есть во многих играх, так что в этом ничего плохого нету. Именно поэтому компания Supercell не ворует ничьи данные, и, камон, ты поставил по факту одну звезду просто так. Бесит то, что у меня Дина. Простите, что? В смысле? От чего бесит? От того, что ему не выпал Дина, или то, что ему выпал Дина, то, что он играет на Дина. Я не знаю, что он хотел этим сказать, но, камон, это реально очень непонятный отзыв, и, блин, я реально не знаю, что он значит. Я потерял аккаунт. Ну, знаешь, просто взять и потерять аккаунт нельзя. Скорее всего, что-то этому посодействовало, и, скорее всего, просто-напросто ты не привязал аккаунт. Как обычно это бывает. Человек запускает игру, начинает играть, развиваться. В игре выходит обновление. Человек обновляет игру, заходит в неё, а там у него всё начинается сначала. Это довольно распространённая штука, и, чтобы такого не было, я советую привязывать аккаунты к Supercell ID. После этого можно будет легко, в любом случае, восстановить аккаунт. Вины игры в этом нету, именно поэтому, как мне кажется, если бы ты просто-напросто привязал аккаунт, всего этого можно было избежать. Надеюсь, что у вашей игры не будет будущего. Я не хочу тебя расстраивать, но у игры Бравл Старс довольно неплохое прошлое, и, учитывая её прошлое, можно смело сказать, что будущее у Бравла точно есть. Но при том, нужно надеяться на правильное решение компании Supercell. Я надеюсь, что компания Supercell будет развивать Бравл только в лучшую сторону. Плохая игра. Я из-за неё ударил брата не сильно, но я плачу всегда, когда вспомнил это. Серьёзно, игра плохая только потому, что ты так плохо поступил со своим братом. Это, ну, неправильно. Типа, я надеюсь, ты хотя бы перед братом извинился. Игра абсолютно ни при чём, если ты не можешь контролировать и сдерживать свои эмоции. Не, ну серьёзно, вот бывают такие случаи, когда я не понимаю людей, почему они ставят одну звезду, если они виноваты сами. Или же они слишком эмоциональные, они должны это понимать и заведомо обходить подобные игры стороной. Они же должны понимать, что вот, я эмоциональный, поэтому я могу чё-нибудь натворить. Помойка, я так и 25 ранг хочу и слил все кубки. Ты называешь помойкой ту игру, в которую играл ещё вчера, и это, ну, прям вообще неправильно. Судя по всему, ты играл в Бравл, пытался запушить высокие трофеи, но, например, 25 ранг у тебя не получилось, и ты расстроился, и теперь бомбишь на игру. Такое бывает нередко, и именно поэтому я хочу тебе сказать. В жизни всё идеально не будет, а игры — это наша вторая жизнь. Я не знаю, почему я так сказал, но, короче, игры — это такая штука, которая, в ней тоже не всё будет идеально. И если же ты надеешься, что вот ты начнёшь что-то делать, у тебя сразу начнёт получаться, такое может быть, но такое бывает очень редко. Я советую тебе просто-напросто набрать какую-нибудь мощную команду, либо же собраться и пойти в соло-шеде. Я думаю, у тебя всё получится. Почему у моего друга есть Леон, а у меня нету тупая игра? Ахахаха, лол, притворяюсь школьником! Ну, как лично мне кажется, взрослый самодостаточный мужчина не стал бы писать отзывы к игре. К тому же юноши также не стали бы этого делать, потому что им это просто-напросто не надо. Лично у меня складывается ощущение, что ты типичный школьник, который, я не знаю, чё, пытается как-то развеселиться, кого-то забайтить, кого-то поагрить. Короче, ну, блин, мне кажется, что ты школьник, и твоё поведение это оправдывает. Потому что донат выше крыши, крысы, спасаешь тела, а он тебя убивает, и можно разбирать телефон. Ты жалуешься на донат в игре, в которой не обязательно донатить. Тебя никто не заставляет донатить, понимаешь? В игре есть два пути. Первый путь довольно-таки тернистый, ты должен развиваться и прокачиваться сам. И это займёт у тебя некоторое время. Второй путь более лёгкий. Ты даёшь свою денюжку, за это получаешь внутриигровую валюту, и уже за счёт этого прокачиваешься немного быстрее. Но тебя никто не заставляет прокачиваться быстрее. Ты жалуешься на то, что в игре тебя крысят те, кому ты помогаешь. Извини меня, они знают тебя буквально одну катку, и кто они такие, чтобы тебя не крысить. Да, я понимаю, должно быть какое-то уважение, но о каком уважении может идти речь, если против тебя может играть двухлетний Вася Пупкин, на котором вообще абсолютно на всё всё равно, и он просто-напросто играет, потому что ему просто нравится игра. Он не хочет ни как-то апаться, ни что-то делать, ему просто нравится играть. И как можно осуждать такого человека? Ты говоришь, что можно разбирать свой телефон. Разбирать свой телефон из-за чего? Из-за того, что тебя закрысили, или из-за того, что донат высокий? Я не вижу в этом рациональной проблемы, которая была бы решена с помощью разобрания телефона, разбора телефона. Что? Все тимится, а в конце крысит. Я так Эдгара слил до 850, было 900. Ну слушай, ты же вроде как-то смог апнуть 900 трофеев. И потом жалуешься на то, что в Бравле есть крысы, и ты слился до 850. То есть, пока ты поднимался до 900 трофеев, тебя вообще ни разу не закрысили, у тебя все было хорошо. Нет, я не отменяю той возможности, что была такая ситуация. Ты апался в 3 на 3, а потом думаешь, ай ладно, поиграю-ка я в соло шеде. И уже там тебя начинают крысить. Такое, конечно же, возможно, я этого не отрицаю, но тогда не нужно было просто-напросто играть в соло шеде, после того, как ты слил первые 2-3 катки. Серьезно, это самое лучшее, что я могу посоветовать. Если у тебя вот, ты вот понимаешь, что у тебя не получается, вот игра просто не идет, просто отложи этого бойца, возьми кого-нибудь другого, попробуй на нем, и возможно что-то да получится. Играю 3 месяца, 7000 кубков и 24 бойца. Вот из твоего отзыва я понял, что у тебя 7 миллионов трофеев, потому что 7000 кубков, ну типа 7000 и ты еще сделал приставку ка. Ну ладно, я не буду придираться, я не хочу вот в этого все лезть. Прикол в том, что ты просто-напросто написал информацию о своем аккаунте, типа у меня есть 7000 кубков и у меня есть 24 бойца. Эта информация абсолютно ничего не дает, но ты поставил одну звезду. Подразумевается, что у тебя есть какая-то претензия к игре и как бы, ну эта претензия здесь просто не прослеживается. Типа, ты просто написал информацию об аккаунте, хорошо, окей, все гуд. Ну типа, нет реально претензий, типа просто информация. Ну а так, за 3 месяца 7000 трофеев и 24 бойца, это не так уж и плохо, я тебе скажу. Ужасно, но для начала поясню, как и в любых играх от Суперсел, без доната нельзя прокачаться. Второе, ужасная комьюнити детей даунов, игра переоценена. Ты хотя бы понимаешь, вот что ты сейчас сказал, ты обозвал абсолютно всех детей даунами, ты вообще нормальный, нет? Кто-то сейчас скажет, да ты вообще типа все видео назвал дауны в отзывах. Так камон, это название рубрики, которую просто-напросто прижилось. Это просто-напросто видео с отзывами, которые мне показались странными, смешными, вообще какими только вообще. Вот что захотел, то я и показал, камон, я никого не обзывал даунами абсолютно никогда. Если вот вы найдете, кого я прям обозвал дауном, вот просто отошлите мне это, я извинюсь, серьезно. Ладно, давайте перейдем к самому отзыву, и прикол в том, что чувак пишет, что без доната вообще типа играть невозможно. Чувак, без доната можно играть, только прокачка займет больше времени, чем если бы ты донатил. Также в отзыве сказано, что игра переоцененная, и вот у меня один вопрос. Кто сделал ей такие завышенные ожидания, кто ее переоценил? Я не знаю, ты ожидал какую-нибудь такую прям графику GTA 5, либо... Вот я не знаю, что можно ожидать от игры на телефоне. Не качается без интернета. Я на 99% уверен, что это рофл, но все-таки, если это не рофл, то без интернета ничего не качается. Ну а если так подумать, прикиньте, когда-нибудь будет время, когда можно будет что-либо скачать без интернета. Я не знаю, как это будет организовано, но если такое будет, это просто офигеть. На самом деле прискорбно, что твое мнение зависит от того, есть у тебя бравлер легендарный, либо же нету. Ну типа для тебя игра хорошая, если у тебя есть лего. Если у тебя нету леги, то игра плохая, все плохие и вообще вообще вот все плохо. Фу, зачем вы скопировали с одной игры? На самом деле было бы неплохо, если бы ты сказал, с какой игры скопировали, потому что я знаю много клонов Бравл Старса, но не знаю ни одной игры, которая бы сделала игру наподобие Бравла первее, чем сам Бравл. Самая тупая игра, у меня нервы сдают, игроки стали читерами, фу, игра. Если вы вспомните начало этого видео, то вспомните ту игру, которую я показал вам. Она просто реально, ну она самая лучшая, которая только существует. Так что все, вопросы просто-напросто отпадают. Ну и ты написал, что игроки стали читерами. Это как вообще, то есть был игрок, играл, он играл, играл и вдруг бац, он читер, он всех побеждает. Такое просто невозможно. Шесть тысяч кубков только Сэнди. Камон, люди, у которых шестнадцать, семнадцать, восемнадцать тысяч трофеев, и у них нету ни одной Леги, просто-напросто сейчас заплачут. Потому что, камон, у тебя на шести тысячах трофеях уже есть Лего, и это Сэнди, понимаешь? Типа, вот другим людям не везет, тебе повезло, и ты жалуешься, что тебе повезло. Понимаешь, это еще и сейчас хорошие трофеи, типа, сейчас трофеи довольно быстро апаются. А у меня, когда, ну, типа, помните еще времена, когда пятьсот трофеев, это было довольно-таки много. У меня тогда первое Лего выпало на восьми тысячах трофеях. Это был Спайк, и я просто-напросто тогда офигел от жизни, я был очень рад. И понимаете, сейчас на шести тысячах трофеях человеку выпадает Лего, и он говорит, что ему ее не хватает. Это что такое? Оно не скачивается, скоро поменяю отзыв. Как я понял, отзыв ты поменяешь как раз-таки тогда, когда Бравл Старс у тебя скачается. Ну, на самом деле, ты мог просто-напросто ничего не писать, потому что скоро ты поменяешь отзыв. И Бравл Старс здесь ни при чем, что он не скачивается. Виноват плеймаркет, потому что бывает у него иногда баги, что что-то он там не дает скачать. Но все-таки оценку я бы такую не ставил за то, что, ну, не может скачаться. Суперселл, баньте тиммеров, это дико бесит. Пока не будете банить, не поставлю пять, и не скачаю игру еще раз. Если же компания Суперселл начнет банить тиммеров, то тогда компания Суперселл перебанит больше половины игроков Бравла. И я думаю, людям это точно не понравится. Именно поэтому у меня для тебя есть плохие новости. К сожалению или к счастью, ты не будешь скачивать Бравл Старс. Но ты сам написал, что поставишь пять звезд и скачаешь Бравл, если будут банить тиммеров. Этого, к сожалению, не произойдет. И я думаю, что одна звезда для разработчиков, в принципе, ничего плохого не сделает. Если хочешь уметь играть, продай почку. Мне прямо стало интересно, что будет, если продать почку, и ты что, реально станешь играть лучше, серьезно? Типа, ты такой приходишь, продаешь почку, и вдруг в тебе включается режим бога, и ты начинаешь играть как супер-мега-профессионал. Мне кажется, это немного не так работает, но все же окей. Возможно, ты подумал, что можно продать почку, задонатить, и все, и ты будешь самый крутой. Но те люди, которые донатят, они не обязательно самые сильные. У них просто больше прокачка. Ну или же они прокачиваются быстрее. Так что, если ты продашь почку, ты, ну типа, блин, дурачок что ли? Игра дно, все убивают, только меня. Ну, мое предположение, что тебе просто-напросто не везет, и ты акцентируешь внимание именно на проигрышах. Попробую расслабиться, просто по лайту взять какого-нибудь бравлера, и уже попробовать играть на нем прям просто-напросто вот прям расслабленно. Типа, вообще ни за что не париться, просто берешь и играешь. Вот у меня, когда игра не идет, я так и делаю, серьезно, помогает. Суперсел, если вы не дадите мне Леона, я поставлю вам одну звезду. О нет, ты поставишь одну звезду, это очень сильно ударит по репутации компании Суперсел, и все ихние игры просто-напросто перестанут быть актуальными. Не делай это, подумай о них. Хамон, ты поставил две звезды и угрожаешь одной звездой. Это что, как это работает? Это же не так должно работать. Почему я не могу закинуть денег? Отмена покупки пишет. На самом деле, возможно, но и к лучшему, что ты не можешь задонатить. Ты сбережешь свои деньги и не потратишь их на бессмысленные гемы. Но при этом, я хочу сказать, что это немного странно и... Камон, ты ставишь одну звезду из-за того, что не можешь задонатить. То есть, ты ставишь одну звезду из-за того, что не можешь отдать свои деньги. Это реально странно. Уберите ворона и спайка, и дайте мне Байрона. Мой ник Байрон123, или я вас найду и... Найдешь ты и что? И что ты сделаешь мне? Реально интересно. Мне кажется, ты абсолютно ничего не сделаешь. Ну ладно. Вообще, зачем убирать из игры спайка и крова? Я реально не понимаю. Персонажи вроде нормальные, никому не мешают. Хочу, чтобы все бравлеры были бесплатными. Если же все бравлеры будут бесплатными, то тогда люди не будут донатить для того, чтобы получать новых бравлеров. А компании Суперселл это невыгодно. Ну и к тому же, если у людей будут все бравлеры, игра им просто-напросто наскучит от того, что... Ну камон, просто-напросто у них все есть, зачем им вообще тогда играть, если они добились всего. А так у людей появляется интерес из-за того, что вау, я могу еще выбить кого-то, значит надо копить боксики. Понимаете, это психология. Я Амонг Айсер, и я раньше играл в Бравл Старс. Из-за того, что не понравилось, удалил Бравл Фу Амонг Ас лайк. Я против твоего личного мнения ничего не имею, но мне кажется, что ты его пытаешься навязать. Это по крайней мере написано так, как будто бы ты его навязываешь, серьезно. Ребят, напишите в комментариях, как вы относитесь к Бравл Старсу, а как к Амонг Асу, и какая игра вам нравится больше. Эта игра просто ужасно, очень нервирует, и из-за него все ломают телефоны. Я бы хотела, чтобы эту игру удалили, и за вас, разработчики, все ломают телефоны. Я бы поставила бы 0 звезд, но так нельзя поставить ужасную игра, меня бесит эта игра. Сразу хочу сказать, что у меня нет ни одного друга, который ломал бы себе телефон из-за Бравл Старса. А ты пишешь, что все ломают себе телефоны, поэтому, блин, но это уже неправда. К тому же, ты, ну вот, очень сильно возмущаешься Бравл Старсом тогда, в чем проблема? Просто не играть в Бравл Старс, камон, серьезно. Что-то не нравится, просто не делай это. Окей, высказал свое мнение, хорошо, но просто-напросто забудь о такой игре, чтобы она тебя не бесила. Ведь все реально очень просто. Ничего не падает, два дня собирал мегаящик, а вы подсунули мне пять долбанных предметов. Вот просто-напросто, чтобы ты понимал, есть люди, которые копят по 10, а то и по 20 мегаящиков, и им оттуда ничего не выпадает. Но все-таки, если так подумать, ты копил этот мегабокс всего лишь два дня. Именно поэтому тебе не составит труда накопить еще один. И уже потом, возможно, ты что-то сможешь выбить. Пять предметов, это не приговор. И все-таки, если ты изначально сможешь все себе собрать, например, вот все жетоны там, вот прям полностью прокачать свой аккаунт, то тогда потом у тебя пассивки прям полетят, гаджеты, новые бравлеры. Короче, просто-напросто открывай боксы как можно больше. Дорогие разрабы, можно мне тысячу гемов? Знаете, что в этом отзыве самое забавное? Это то, что человек пишет разработчикам о том, что хочет получить гемы, но при этом он пишет дорогие разработчики, при этом он ставит оценку в две звезды. Понимаете, да? Он оценивает труд разработчиков в две звезды, ну, игру Бравл Старс, и при этом просит у них всего лишь-то тысячу гемов. Мне кажется, если бы компания Supercell увидела этот отзыв, она бы не то, что не дала бы тысячу гемов, но она в любом случае не дала бы тысячу гемов, потому что они бы не смогли это никак обосновать. Ну, просто понимаете, вот человек просит что-то, да, и при этом он гадит одновременно, типа он ставит две звезды, но при этом просит что-то еще взамен. Это, ну, это ненормально. У меня на ноутбуке он очень медленно грузится и глючит. Если я ничего не путаю, то Бравл Старс это игра для телефонов, ну, а ты умудряешься играть на ноутбуке. На самом деле, мне кажется, это очень неудобно, потому что я пробовал играть на компьютере, и мне было очень неудобно. Но если у тебя лагает на ноутбуке, скорее всего, у тебя просто довольно старенький ноутбук. Все зависит от железа, которое находится внутри. Именно поэтому, если ты хочешь играть на ноутбуке, то лучше обзавестись ноутбуком помощнее. Кстати, я знаю, что компания Supercell банит игроков за использование эмуляторов, правда, я не знаю почему. Если у вас есть догадки, либо же вы знаете стопроцентный ответ, то пишите в комментариях. Сделайте меньше кубков для слива. Я прекрасно понимаю каждого человека, кто пишет такие отзывы, но прикол в том, что система трофеев сделана не просто так, и если же ее как-то изменить, то она будет уже дисбалансная. Получается так, что сейчас система трофеев реально неплохая, и я могу смело сказать, что она реально, ну, прям вот нормальная такая. Я сломал 22-й телефон. Мне что-то кажется, что ты немного опечатался. Ты сломал не 22-й телефон, а второй. И даже если ты сломал второй телефон, Бравл Старс здесь ни при чем. Бравл Старс же никак не провоцирует тебя на то, чтобы ты брал и ломал свои телефоны. Потому что это лично зависит от тебя, от того, как ты поведешь себя в той или иной ситуации. Ну, типа, бывают разные ситуации, и главное, чтобы ты не бомбил и держал себя в контроле. Ну, типа, в руках. И реально, не надо из-за Бравла совершать такие глупые, необдуманные действия, о которых вы потом будете жалеть. Камон, серьезно, такое лучше реально не делать. Просто-напросто спокойно на лайте играть, и все. Кстати, ребят, у меня есть для вас такая небольшая новость. Если вы об этом не знали, то сейчас обязательно узнаете. Короче, я открыл свой ТикТок по Бравл Старсу. Там я публикую различные интересные моменты, какие-то крутые штуки, какие-то челленджи. В общем-то, обязательно переходите. Ссылочка на мой ТикТок есть в описании. Если что, вы видите скрин у себя на экране. Там реально будет много интересного контента. Возможно, я туда даже буду заливать какие-то вот интересные отзывы. Так что обязательно подписывайтесь. Ребята, сейчас у меня на часах 4 часа утра, и я могу смело сказать, что я закончил монтаж часовой части даунов в отзывах. Это было реально сложно. Это было реально очень сложно для меня, потому что я никогда не монтировал такие длинные видео. И, пацаны, вот реально поддержите меня, пожалуйста, лайком. Мне будет реально очень приятно. Поддержите лайком хотя бы просто по-человечески за такие большие старания. С вами был я, Микс. Надеюсь, видео вам понравилось. Кстати, в этом видео были не все итоги. Они будут, в общем-то, публиковаться во вкладке сообщества. Следите за каналом. С вами был я, Микс. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Еще не раз увидимся. Всем удачи. Всем пока-пока, ребят. Подписывайтесь на канал.